То, чего город добивался целый год, случилось. На горнолыжные курорты Сочи приезжает действительно армия туристов. На новогодние праздники проданы все скипасы, нет места в отелях. Этой теме даже было отведено особое внимание на совещании главы правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами. Говорили, что несмотря на скептические прогнозы некоторых аналитиков, после Олимпиады по популярности горнолыжных курортов у россиян Сочи бьет рекорды. Пик горнолыжного сезона, он в этом году продлится до 15 января, это не только дополнительные поступления в бюджет города, но и возможность сочинцам заработать неплохие деньги. Ведь туристы приезжают не только кататься, но и гулять по городу, посещают рестораны, кафе, зоны развлечения, совершают покупки. Поэтому многие сочинцы планируют провести все праздники на своих рабочих местах. Чтобы такое количество туристов не привело к транспортному коллапсу в Красной Поляне, по данным администрации города, все необходимые меры уже приняты и вводятся они с сегодняшнего дня. Прежде всего это касается частного транспорта. Парковка на проезжей части запрещена, по всей трассе стоят предупреждающие знаки. На Красной Поляне усилена бригада эвакуаторов. Те, кто приедут на своих машинах, оставить их смогут на платных парковках. Это порядка 8 тысяч машиномест, но на всех их возможно не хватит. Поэтому в администрации города советуют пользоваться исключительно общественным транспортом. По тем маршрутам, которые у нас идут в Красную Поляну и по самой Красной Поляне, это 105, 105 С, 135, 63. Это те маршруты, которые будут работать, так скажем, в сезонном режиме с сокращенным интервалом. О чем это говорит? То есть это 105 маршрут, он будет работать с интервалом в пределах 20 минут. Маршруты 135 Садлера тоже в этих пределах там 15-20 минут. Вообще, как бы, прохождение всех автобусов по Красной Поляне не составит более чем 7 минут. Ходить автобусы будут до половины 12 ночи. В это же время из Красной Поляны уезжает и последняя ласточка. Их по этому направлению пущено 6 пар. Правда, стоимость электропоездов с 29 декабря увеличится. Одна зона будет стоить 50 рублей. То есть от Сочи до Красной Поляны поездка обойдется в 350 рублей.